добрый день дорогие друзья я рад приветствовать вас на своем канале вместе с вами мы будем разбирать очередной урок субботней школы может быть немножко не в таком разрезе как он преподается в нашем пособии но мы будем рассматривать все темы вот там вы как в этом пособии за единственным моментом дело в том что все эти истории которые записал марк и они приведены в нашем пособии мы рассмотрим именно во свете темы нашего урока и это очень важно другими словами мы ни на что второстепенно сегодня отвлекаться не будем и еще что у нас в этом уроке важно название урока состоит из одного слова это лучше и для ютуба он не любит длинных названий это лучше для нас лучше запомним и поймем эту тему этот урок мы рассмотрим во свете четырех сфер где все это происходило вопрос права прощать грехи вопрос поста отношение к субботе и что такое грех против святого духа я благодарен вам за то что вы подписываетесь скорее всего вам нравится форма подачи урока так как и в прошлом году у нас сейчас упали просмотре я считаю что это связано с отпусками но рад что наши разборы просматриваются я продолжаю напоминать о том чтобы вы не только подписывались но хоть пару минут смотрели и на рутубе потому что все чаще поговаривают за те проблемы которые могут возникнуть на ютубе на территории россии и чтобы это не случилось для нас неожиданным действом у нас будет некий запасной вариант разные конспекты урока у нас на сайте и в телеграм-канале ссылки там в описании и так сегодня у нас с вами очередной урок субботней школы одно слово противостояние когда я посмотрел в оригинале это слово можно еще перевести как споры противоречия но суть не меняется это мы увидим нашем уроке дело том что это тема очень серьезно и она как бы сводка с передовой вообще у нас пособие мы еще раз вернемся к этой теме немножко туда ближе к концу квартала потому что сегодня мы затронем противостояние которое было у христа в галилеи с которым столкнулся христос в разных вопросах а в девятом уроке мы посмотрим на то как это происходило уже в иудее поэтому будем это иметь в виду разбирая сегодняшний наш урок основной стих который нам предлагается марка 2 глава 27 28 стих и сказал им суббота для человека они человек для субботы посему сын человеческий есть господин и субботы в периоде rbo 2011 года этот стих звучит немножко иначе и сказал им иисус суббота создана для человека а не человек для субботы поэтому сын человеческий господин и над субботой мы еще подойдем к этому вопросу в нашем разборе немножко дальше первая мысль о которой мы поговорим право прощать грехи сначала немножко поговорим о самой фразе всего три слова но какая площадка в ринге для вот этого противостояния вот первое слово право словарь дает нам четыре значения этого слова первое совокупность устанавливаемых и охраняемых государств норм правил поведения которые регулируют общественные отношения между людьми и выражающие волю господствующего класса второе значение предоставленная кому-либо или чему-либо свобода или возможность действовать и пользоваться чем-либо гарантированно законодательствами третье значение возможность действовать и поступать каким-либо образом четверто основание или причина ну можно как синоним назвать еще одним словом полномочия которые реально подтверждены второе слово в нашей фразе прощать вообще когда мы говорим о прощении вот сама идея для евреев она была очень четко прописана в торе я не буду зачитывать тексты я просто привожу ссылки бытие 50 глава 17 стих когда затрагуется вопрос иосифа и его братьев после смерти отца это были взаимоотношения в семье хотя братья лгали в лицо иосифу но они пытались решить это в свою пользу второзаконие 15 3 это вопрос финансовых долгов со свои со своих людей это как бы религиозная принадлежность а с других людей пожалуйста можешь пользоваться услугами коллектора это те которые выбивают долги с других людей 1 царств 25 28 история за авигея и навала там был связан вопрос связанный с семьей но в данном случае с мужем она просит чтобы его давид простил ну и в новом завете есть учение христа луки 17 3 если же согрешит против тебя брат твой выговори ему если покаяться прости ему знаете единственное что волновало учеников вот здесь в вопросе прощения до каких пор или сколько прощать вообще о чем идет речь если мы все значения посмотрим то идет речь в первую очередь освобождать от долга или от обязательств и неважно какого морального это обида оскорбления финансово это долг залог кредит или еще что-то и третье слово грехи вот если говорить о грехах значение которых описано в библии то хотя бы перечислю чтобы мы могли разобраться вообще о чем идет дальше речь или вокруг чего возникает это противостояние или вот эта точка напряжения по отношению ко христу ветхом завете значение греха есть следующее хатат основное значение промахнуться второе значение авон почти всегда передается как беззаконие третье слово пиша это умышленное преднамеренно сознательно нарушение каких-то норм и четвертое значение реша это буйность или беспокойство в новом завете немножко больше значений слова греха хамартия это не попасть цель паракое неспособность слышать или нежелание слушать парабасис оно в глагольной форме как бы идти поперек или выходить за пределы пара параптома это падение тому когда кому как кто следовал бы стоять аномия это нарушение закона и одикия это уже этический аспект несправедливости и вот когда я смотрю на вот эти 11 значений слова вокруг какого значения возникло вот как раз по пару по поводу христа противостояния вот если взять ветхий завет то это даже в значении пиша или реша если взять новый завет то это может даже аномия и одикия то есть другими словами христос имел право прощать любой грех из всего списка и прощать любому человеку и вот именно это задело очень многих слушателей христа и от нашем пособии приводится очень интересный случай противостояния я его сейчас буду прочитывать и останавливаться и разбирать по фрагментам потому что это важные детали марка 2 глава 1 12 х через несколько дней опять пришел он в капернаум и слышно стало что он в доме тотчас собрались многие так что у дверей не было места и он говорил им слово и пришли к нему с расслабленным которого несли четверо и не имея возможности приблизиться к нему за многолюдством раскрыли кровлю дома где он находился и прокопав ее спустили постель на которую лежал расслабленный иисус видя веру их говорит расслабленному чада прощаются тебе грехи твои вот в этих отрывках просто описан случай исцеления парализовано и вот что интересно человек не просит исцеление не у христа он не просит помощью своих друзей в этой ситуации этого исцеления больше всего хотели друзья и для этого сделали все возможное и даже невозможное и здесь интересно что христос дает человеку то в чем он реально нуждался вот если бы на этом поставить точку то для больного этого было бы достаточно но это как бы вступление вот в этой сфере противостояния христа и определенной какой-то прослойки населения которая наделена духовной властью авторитетом давайте продолжим читать развитие этого противостояния тут сидели некоторые из книжников и помышляли в сердце в сердцах своих что он так богохульствует кто может прощать грехи кроме одного бога вот сразу после этого действия возникает масса вопросов причем реальных вопросов ничего надуманного или как говорят высосанного из пальца есть факт есть свидетели и все это в присутствии знатоков закона иисус тотчас узнал духом своим что они так помышляют о себе сказала для чего так помышляете в сердцах ваших что легче сказать ли расслабленному прощаются тебе грехи или сказать встань возьми свою постель и ходи вот здесь начинается как бы борьба на ринге христос в упор начинает задавать вопросы причем по теме другими словами поднимается вопрос о праве христа это делать и о том как можно это право подтвердить сегодня когда заходишь любой юридически организацию там неважно адвокат нотариус висит документ который регламентирует что этот человек имеет право заниматься этой деятельностью какой-то диплом лицензия или еще что то и и дальше читаем эту историю но чтобы вы знали что сын человеческий имеет власть на земле прощать грехи говорит расслабленному тебе говорю встань возьми постель ту и иди в дом твой вот здесь интересно фактически христос берет и демонстрирует свою лицензию на вот это действие и вот в этом противостоянии христос одерживает победу но давайте не забывать о том кому эта лицензия предоставлена что интересно вот в этой ситуации для парисеев фактически это как публичное унижение как бы позор и вот дальше история продолжается он тот час стал вот этот расслабленный исцеленный и взял постель вышел перед всеми так что все изумлялись и прославляли бога говоря никогда ничего такого мы не видели это описан финал противостояния в этом вопросе когда фарисеи конкретно терпят фиаско да закон нечто говорит но как его толковать и применять и христос показал какой можно сделать итог дело то что право прощать грехи это не только в вопросе юриспунденции тем он наделен этим это не только в списке грехов то есть в перечне определение греха которые можно прощать это не только в ситуации между кем возникла вот здесь ситуация на данный момент здесь вы возник вопрос в самой природе христа вот в данном случае именно в этом вопросе и марк поднимает тему противостояния вот в этой ситуации христос выходит победителем и ничего на это не могли его оппоненты сказать второй момент вопрос поста вообще когда мы поднимаем вопрос поста по этой теме во свете библии мы должны сразу понять что такое пост и вообще каким он может быть когда мы читаем библию по поводу видов поста то писание выделяет по крайней мере четыре вида поста первый вид второзаконие 918 это сверхъестественный библия говорит о том что моисей дважды с богом на горе провел в таком посте четко написано не ел ни пищу не пил воды второй вид поста даниила 10 глава 3 стих частичный это когда человек своей дереве диете урезает ну свою диету от деликатесов он горит вкусного хлеба я не ел то есть пирожных каких-то еще чего-то третий вид поста 58 глава исаи 7 стих половинчатый это когда свою порцию человек делит пополам с кем-то четвертый вид поста это полное воздержание от пищи матфея 4 2 то есть без комментариев человек может пить воду но не кушать давайте посмотрим как в этом вопросе возникло противостояние у фарисеев со христом снова буду читать отрывок останавливаясь и разбираясь о чем идет речь 2 глава марка с 18 стиха по 22 ученики иоанновы и фарисейские постились приходят к нему и говорят а почему ученики иоанновы и фарисейские постятся а твои ученики не постятся сразу этот отрывок говорит что есть пост у фарисеев в луке 18 12 написано что они по крайней мере два раза в неделю постились ну так писание говорит есть пост у учеников иоанна захаревича они тоже это делают причем все об этом знают и они подходят к христу и говорят почему вот этой практике нет у твоих учеников и христос отвечает и сказал им иисус могут ли поститься сыны чертога брачного когда с ними жених да коли с ними жених не могут поститься но придут дни когда отнимется у них жених и тогда будут поститься в те дни христос в своем ответе говорит о том что в еще время не пришло да они будут поститься но чуть позже потому что вопрос именно в данный момент не своевременный но знаете когда я читаю внимательно эту историю противостояние было немножко глубже и христос дальше начинает объяснять подоплеку всего этого он нам говорит никто к ветхой одежде не представляет заплаты из небеленной ткани иначе вновь пришита отдерет от старого и дыра будет еще хуже никто не вливает вина молодого в мехи ветхие иначе молодое вино прорвет мехи и вино вытечет и мехи пропадут но вино молодое надо вливать в мехи новые дело то что когда поднимается вопрос поста совсем не важно какой из четырех видов нужно думать о цели если это делается для формы то это все фикция такой пост не нужен богу библия говорит он молчит такой пост не нужен окружающим людям когда исаи говорит они дерзкой рукой готовы бить других такой пост не нужен нам самим потому что мы уйдем от бога ни с чем так луки 18 главе говорится вот лучше эту тему мы можем понять во свете двух глав это 7 глава пророка захарии и 58 глава исаи дело в том что в этих двух главах четко об этом говорится потому что пост глазами бога это в первую очередь не тарелка с едой это отношения к другим людям причем отношений которые основаны на милосердии и христос говорит о том что нужно сейчас вот в этой ситуации не о диете думать и спорить а думать о переформатировании своих взглядов на этот вопрос третье проблема или мысль о которой поговорим отношение к субботе в нашем пособии когда я смотрел этот урок там приведено две истории которые связаны напрямую с противостоянием в вопросе субботы я снова буду читать истории тут же останавливаться на важных деталях это очень интересно 2 глава марка с 23 стиха случилось ему в субботу проходить засеянными полями и ученики его дорогой начали срывать колосси и фарисеи сказали ему смотри что они делают субботу чего не должно делать вот здесь фарисеи подняли вопрос что можно делать в субботу и сразу интересный еврейский встречный вопрос а кто прописал вот эти правила когда я смотрю на этот список то он иногда вызывает прямо удивление я не хочу сейчас читать но вот в интернете можете найти кстати могу в телеграм-канал сбросить список 39 работ которые евреи запрещали делать в субботу иногда там прям аж смешные вещи есть я не буду сейчас эти все читать моменты 39 моментов ну просто к примеру распрямлять нити или там завязывать или развязывать узелки понимаете ну вообще я не понимаю а с чего они это все дело высосали то есть это то что придумали люди этого не было прописано ни в моральном законе не в законе моисея и вот эти постановления придумали люди если можно так выразиться чтобы выслужиться перед богом в этом вопросе то есть они фактически подходили к богу говоря я соблюдаю субботу выполняя все эти предписания и вот дальше христос говорит неужели вы не читали никогда что сделал давид когда имел нужду и взолкал сам и бывший с ним как вошел он в дом божий при первосвященнике авиафаре и ел хлебы предложения которых не должно было есть никому кроме священников и дал и бывшим с ним и сразу у меня возникает вопрос почему христос в ответ на вот этот выпад берет эту историю с давидом и вообще при чем здесь хлебы предложения и суббота дело в том что когда мы внимательно читаем тору вот эти хлебы можно было съедать только в субботу фактически давид пришел в субботу а в этот момент туда клали свежие и вот здесь христос как раз и связывает эти два момента субботу и хлебы вот эти и нужду человека священники съедали этот хлеб в присутствии Бога и они этим показали полную зависимость от Бога ученики в этой ситуации съедали зерно в присутствии Бога тоже демонстрируя свою нужду и зависимость от него и сказал он суббота для человека а не человек для субботы посему сын человеческий есть господин и суббота вот заметьте даже если взять очередность творения то каждый день творения как бы готовил фон для следующего дня ну давайте как пример возьмем если Бог сотворил атмосферу во второй день то на третий он уже творит флору чтобы вот эту атмосферу поддерживать а раз есть флора то и нужен свет для образования хлорофила поэтому в четвертый день Бог создает солнышко и вот поэтому когда Бог создает человека в пятницу Бог потом дарит человеку субботу которая помогает человеку лучше реализовать себя если человек проведя субботний день с Богом как со своим творцом спасителя может дальше всю неделю трудиться для своего пропитания именно поэтому суббота для человека почему она помогает как человеку формировать святой характер так и Богу демонстрируя всей вселенной на чьей стороне конкретный человек в этой битве между Богом и дьяволом еще одна история противостояния в вопросе субботы или соблюдения 3 глава Марка 1 6 стихов и пришел опять в синагогу там был человек имевший иссохшую руку и наблюдали за ним не исцелит ли его в субботу чтобы обвинить его заметьте люди уже настроены против действий Христа они прямо жаждут вывалить на него обвинение в ее нарушение читаем дальше он же говорит человеку имевшему иссохшую руку стань на середину интересно Христос не уходит от этого противостояния или этого конфликта он хочет здесь и сейчас решить этот вопрос и показать правильный подход к соблюдению 4 заповеди а им говорит должно ли в субботу делать добро или зло делать душу спасти или погубить но они молчали и воззрев на них с гневом скорбя об ожесточении сердец говорит тому человеку протяни руку твою он протянул и стала рука его здорова как другая интересно вот Христос берет и исцеляет больного в субботу причем публично и после того как показал их можно сказать гнилое нутро и вот когда они в своей самоправедности готовы были губить других не обращать внимание на проблемы окружающих людей и вот дальше история продолжается фарисеи выйдя немедленно составили с иродьянами совещание против него как бы погубить его в замете вот результат праведных или святых людей в этом вопросе хочу обратить внимание на то как вот в этом противостоянии ведут себя вот такие люди наблюдают за Христом чтобы его обвинить молчат когда видят себя глазами неба ожесточают свое сердце готовы объединяться с врагами здесь фарисеи и с иродьянами и наконец они созревают для убийства господина субботы это фактически их путь вниз вот в этом вопросе причем за очень короткий отрезок времени ну может минут 20 и последняя мысль о которой мы сегодня затронем это грех против святого духа давайте прочитаем эту историю 3 глава марка с 20 по 30 стих приходит дом и опять сходится народ так что им невозможно было и хлеба есть и услышал ближние его пошли взять его ибо говорили что он вышел из себя а княжники пришедшие из Иерусалима говорили что он имеет в себе везиула и что изгоняет бесов силой бесовского князя и призвав их говорит им притчами как может сатана изгонять сатану если царство разделится само в себе не может уставить царство то и если дом разделится сам в себе не может уставить дом тот и если сатана восстал на самого себя и разделился не может уставить но пришел конец его никто войдя в дом сильного не может расхитить вещей его если прежде не свяжет сильного и тогда расхитит дом его истинно говорю вам будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления какие бы мы не хулили но кто будет хулить духа святого тому не будет прощения вовек но подлежит он вечному осуждению сие сказал он потому что говорили в нем не чистый дух вообще когда мы поднимаем эту тему о грехе против святого духа то вы можете найти два понятия что это такое первое когда человек все то что делает святой дух начинает приписывать работе дьявола интересно то что к этому противостоянию люди уже подключили и общественное мнение и они втянули в эту проблему даже семью христа мать его братьев поэтому какой здесь урок пожалуйста будьте осторожны с выводами чтобы не совершить этот грех второе определение что такое грех против святого духа вот можно это привести как иллюстрацию вот когда человек хочет сделать перегородку в доме и вот он начинает вдвоем с кем-то ложить перегородку один кирпич раствор другой кирпич и раствор и вот так ложат ложат и между тем человеком потихонечку воздвигается стена грех против святого духа не первый кирпич не средний кирпич это когда человек ложит последний кирпич и все перекрывается общение это точно та же когда мы вот этим последним своим замолчи закрываем рот святому духу какой здесь урок не ждите когда святой дух перестанет вас обличать старайтесь быть более чуткими к его голосу я когда рассматривал этот урок я невольно вспомнил интересную фразу из фильма о зоре здесь тихие и вот там старшина Васильев говорит интересные слова короткая фраза такая война это ведь не просто кто кого перестреляет война это кто кого передумает вот эти этих историй мы замечаем как красиво христос во всех этих спорах конфликтах в этом противостоянии смотря в корень вопроса отвечает и выходит победителем да мы тоже можем попадать в похожие ситуации или нас будут в чем-то обвинять как важно нам учиться передумывать абонентов но не для того чтобы убить фактами доказательствами а чтобы помочь им понять истину принять ее получить спасение я урок увидел так может кому-то это принесет благословение и пользу я благодарен за то что вы были с нами до следующей встречи на нашем канале на нашем канале